Всем привет и рада, что вы заглянули на это видео. Сегодня я подготовила обзор на три палетки от Makeup Revolution или Revolution Beauty и палетки Reloaded. Где-то полгода назад я уже делала видео-обзор с вочи пяти палеток Reloaded, которые я очень люблю. От некоторых из них я избавилась, потому что зачем человеку столько палеток? Так, но тем не менее штуки три у меня всё ещё в использовании. И казалось бы, зачем тебе, Вика, ещё? Но для вас, для обзора, для себя, потому что я увидела новые оттенки, я решила заказать и посвочить, и попробовать, сделать макияжа глаз и показать вам. Если вам интересно, то поехали. Я показывала уже в видео о покупках Makeup Revolution, я тоже оставлю ссылку внизу, если вам интересно. Там я использовала новую палетку, не помню, как она называется. Тоже очень интересные оттенки, хорошее качество, но цена дороже, то есть она стоит 12 евро. У этих палеток цена та же 5 евро по полной цене, без скида. И появилось несколько новых оттенков. Я взяла оттенки, которые были не перевыпущены, то есть Reloaded это некоторые новые оттенки, а некоторые старые выпуски только в новой упаковке, то есть в такой вот форме, большими такими рефилами. И старые палетки были в таких узеньких, маленьких рефилах, они у меня тоже были штук 3-4, я не помню точно. И они перевыпустили палетку Smoky Neutrals, тоже очень красивые, интересные палетки, но она мне была похожа очень на эту палетку, поэтому я её не заказывала. То есть это как бы дюб на Urban Decay, и это мне показалось тоже очень похоже, но новая. Она называется Fundamental, и с неё я, наверное, тоже и начну. Которая, к сожалению, не стала моим фаворитом. Она даже больше меня довольно-таки разочаровала, уже поломалась упаковка, ну это такой минус такой дешёвой упаковки. Оттенки здесь, казалось бы, очень красивые, такие более спокойные. Не знаю, как насчёт нейтральности, но вот такая ежедневная базовая палетка прям мечта-мечта, потому что я прям думала, будет моя любимая палетка, вот серьёзно. На 70%, я бы так сказала, хорошая. То есть шиммеры здесь у Makeup Revolution очень классные были всегда, и я надеюсь, что останутся, потому что они очень мягкие, очень пигментированные, шиммерные, сияющие, хорошо наносятся. Но здесь тоже свои нюансы. Шиммеры у Makeup Revolution классные. Лично для меня они работают либо очень влажной кистью, либо пальцем. Лучше всего. И я люблю их наносить, знаете, прям вот так втирая пальцем, вот так прям набирая очень сильно, и не возить, не растирать. Именно вот так прикладывая, втирая тенью в веки, и именно тоже наслаивая. Как я уже сказала, я их очень-очень люблю, за исключением некоторых именно в этой палетке, и, по-моему, один есть в других палетках тоже. Это какая-то новая формула, какая-то такая особенная, я бы сказала. Это не шиммер, это какие-то блёстки, чуть ли не хлопья, и они какие-то такие очень-очень странные. Они прям крошатся, они не сильно пигментированные, и когда вы их вот набираете побольше, они начинают осыпаться, не хотят накладываться на века, наслаиваться. Не важно пальцем, не важно влажным методом, то есть фиксирующим спреем, то есть они не хотят наноситься так, как вот они выглядят либо на своче, либо вот здесь в рефире в палетке. Я очень разочарована, и здесь вот этих оттенков аж три. Здесь есть такие классные шиммеры, большинство их, и они мне нравятся без каких-то претензий и проблем. Но вот эти вот, которые крошатся, они прям как мука осыпаются, и именно вот эти блёстки, хлопья крупные такие. Следующий такой небольшой, такой малюсенький минус, это придирка, возможно, хотя, возможно, и нет. Это несколько оттенков, которые очень минимально отличаются друг от друга. Я говорю об этом вот таком золотистом. Раз, два, три, четыре. Да, они отличаются друг от друга, но если вы будете в разные дни носить их все на веках, мало кто увидит различие или разницу. Минимум один из них можно было бы убрать отсюда. Вот эти два в складку тоже минимум отличия от них. Да, я пользуюсь то тем, то тем, но какой-то такой большой разницы между ними нет. Лучше бы взяли вместо вот этого, например, или вот этого. Здесь там шиммер чуть больше есть, какой-то такой более нейтральный для транзитного оттенка. И шиммер здесь хороший, но мне кажется, чуть хуже, чем остальных палетках Рыбалушин. Вот лично у меня такое мнение, возможно, я как-то придираюсь, ошибаюсь, но вот это какая-то такая неудачная палетка, я не знаю. Следующая палетка по моей любви. Это такая стандартная, смокий, как на каждый день, так и на вечер. Очень хорошая палетка. Она не хуже той третьей, что я покажу, но просто той третьей, которую я покажу очень необычно по оттенкам. Здесь опять-таки есть замечательные оттенки для складки века. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь, но, допустим, вот эта палетка или вот эти все новые, по крайней мере, вот эти две из них, они немножко отличаются по текстуре, качестве от предыдущих, допустим, Visionary, которые я обожаю. Там матовые чуть лучше, мне кажется. Здесь, допустим, вот этот, который я бы очень сильно любила, вот этот серовато-лиловый какой-то, он полупрозрачный, то есть он матовый, но недостаточно пигментированный. Возможно, это хорошо для складки, знаете, вот растушевывать, вытягивать, зачем слишком такой, знаете, пигментированный. Возможно, но вот я бы хотела, чтобы он был чуть-чуть лучше, и он какой-то такой слишком шелковист. Шиммеры здесь классные, черный, темно-коричневый, для какого-то там затемнения на веки отлично, все нормально. Дальше вот такой вот странный оттенок, который как бы слюда, и не знаю, что это, неплохой. Он здесь лучше, чем вот в палетке Fundamental, здесь есть такой похожий светлый оттенок, который я не могу доносить. Вот этот немножко лучше, он похож, здесь не такие крупные такие вот эти блестки, хлопья, а он какой-то такой шиммерный, не слишком кроющий, но здесь такие вот переливающиеся такие частички, блесточки такие, но они мелочи, мне кажется, и они более удачные здесь. Остальные шиммеры коричневые, вот это такое розовое золото, серый, все замечательно, вот этим иногда я утепляю, допустим, века, все в них хорошо. Опять-таки, немножко такой маленький минус, что здесь, допустим, есть как минимум два оттенка коричневых, которые, ну, минимально отличаются друг от друга, допустим, вот эти два, этот темнее, этот светлее, ну, такие бронзовые хаки, вот этот очень красивый такой прям шоколадный шиммер, очень классный, очень красиво смотрится на глазах, наносится как кистью, так и пальцем. То есть, как минимум, один или два оттенка можно было бы здесь заменить каким-то таким более интересным, что ли. То есть, она такая, ну, не скучная, но такая монотонная, однотонная, что ли, вот такие коричневые, сероватые. Она мне очень напоминает по оттенкам Sultry от Анастасии. Даже некоторые шиммерные немножко напоминают Анастасию, прям немножко. Но вот матовые здесь далеко не такие, конечно. Но как альтернатива, неплохая замена. Если вы не можете себе позволить Анастасию, то зачем, если вот можно попользоваться вот этой, особенно если не на каждый день, а где-то на вечер. Очень хорошая полетка, мне она очень понравилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И последняя палетка, которая просто необыкновенная. Она настолько уникальная, и я точно её оставлю, это просто без вопросов, потому что здесь оттенки, которые, знаете, не на каждый день, но с неё можно многое что взять. Либо некоторые акценты прям в складку, в уголок века. И я уже говорила в прошлом видео о покупках Makeup Revolution, что не вижу смысла, как вот обычный пользователь, как я, не визажист, который, ну, реже всего будет пользоваться, не могу открыть, вот этой палеткой, вот этими оттенками. То есть мне очень нравится палетка Джеффри в синих тонах, Blue Blood. Ох, какая же она красивая. Я просто смотрю на эти оттенки, и у меня прям дух захватывает. Ну, если бы даже я покупала какую-то палетку от Джеффри, то я бы взяла какую-то более носибельную, нейтральную, которую я буду пользоваться постоянно, потому что я слышала, что форма очень классная. Но вот эту синюю я, ну, не знаю, будет ли какой-то день, когда у меня будут лишние деньги на палетку, наверняка нет. Но я решила взять вот такую, бюджетную, но с очень такими дерзкими, необычными оттенками. Я не могу нарадоваться ею, этой палеткой. И качество нормальное. Не супер-пупер, не супер-мега-пигментация, тушевка и все. Но за 5 долларов, за 5 евро, что вы хотите? Я считаю, что за эту цену, это просто бомбическая палетка. Она настолько интересная, здесь можно столько всего интересного сделать. И, понятное дело, что вот качество здесь немножко другое. Оно не... у вас не получатся какие-то там, не знаю, мега-инстаграмные, супер-профи макияжи. Но с хорошей кистью, с хорошей базой под тени можно добиться очень неплохих результатов с этой палеткой, если вам интересны такие, знаете, креативные макияжи. Здесь есть хорошие матовые, которые там вот этот голубой, салатовый, в складочку, в уголок можно наносить, можно комбинировать. Я сделала несколько макияжов таких вот интересных, но мне кажется, здесь можно больше намного сделать, конечно. То есть здесь есть экзотика и база. То есть здесь можно скомбинировать все. Просто какой-то сумасшедший лук и очень такой спокойный, но с таким неким акцентом интересным. Вот этот первый, который такой зеленовато-синеватый, просто бомбический. Золотистый тоже пригодится всегда. Вот этот голубой, он не слишком пигментированный, но он хорошо наслаивается. Серый такой смокий, серый графитный тоже всегда пригодится. Вот этот синий-сиреневый такой классный, темно-синий обалденный. Ну вот этот один опять-таки, вот эти какие-то блестки непонятные. Вот этот бирюзовый очень красивый, салатовый. Темно-синий стальной такой серый тоже всегда пригодится. Единственный такой не очень опять-таки, это такой серый с какими-то блестками непонятными. Вот этот салатовый оттенок. Какой же он вкуснейший, красивейший, прям сочный. Я обожаю этот оттенок. Я его использовала в макияже. Если, знаете, вы видели мои сравнения видео YSL Dior палеток, там есть такая YSL палетка с салатовых таких оттенков. И там есть такой оттенок, который я бы хотела, чтобы он был вот такой. Чтобы, знаете, какой-то некий акцент необычный. Вот этот оттенок в уголке, он очень необычный. Я сначала подумала, какой-то синий-черный чуть ли скучный. Но он имеет, да, какую-то черную темную базу, но сам по себе он чуть ли не доохромный и имеет такой синевато-интересный прям такой подтон. От бюджетных теней я такого не ожидала, честно. Он имеет такой отлив синеватый, очень интересный оттенок. Его, конечно, сложно нанести на века так, как бы хотелось, чтобы было видно вот эту такую мультидименциональность, многосторонность его, вот этот такой синий перелив. Это сложновато, конечно. Палетка, это прям моя любовь. Я ей поставлю 5 с плюсом, таким жирным. Пусть она не самая такая суперская по пигментации и по качеству, но за деньги, за эту цену. И то, что вы получаете здесь, количество необычных оттенков, количество и качество, их такое очень-очень-очень достойно. Я прям обожаю эту палетку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот отзывы, оттенки на вот эти палеточки Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть на новые вариации вот этих палеток Я очень надеюсь, что видео было вам полезным Вы посмотрели на свочи, макияжи И я надеюсь увидеть вас в моем следующем видео Я вам желаю удачи, хорошего настроения и дня И пока-пока